Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Печерский, иммиграционный консультант, руководитель компании Russian Professional Services, которая уже на протяжении 27 лет, что исполняется в этом ноябре, предоставляет профессиональные сервисы своим клиентам. И сегодня мы будем развеивать мифы. В основном это мифы касаются иммиграционной политики, иммиграционных ситуаций. Это то, что на английском называется Urban Legend. Это придуманные истории, которые стали обрастать фактами, и многие в них верят, что так оно и есть. Сегодня у нас момент развеивания мифов. Если вам эта тема интересна, любопытна, оставайтесь с нами, понравится, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, общайтесь с нами. Поехали! Первый миф. Гринкарту невозможно получить, не проходя собеседование. Ерунда. Все должны поголовно проходить собеседование, гринкарта без этого не выдается. Миф, неправда, ложь. Говорю о конкретной ситуации. На прошлой неделе мы получили, в руках держала гринкарту для нашей клиентки, наша лояльнейшая клиентка, живущая во Флориде, которая во всех социальных сетях всегда отстаивала интересы нашей компании, благодарила, хвалила, рекомендовала. Может, за это ей и воздалось. Но получила она гринкарту, совершенно не проходя никакого собеседования. Последний ее контакт с иммиграционной службой был на уровне подачи, сдачи отпечатков пальцев, то есть биометрию она прошла. И после этого ей пришла гринкарта. Гринкарта пришла в наш офис, и мы ее благополучно переслали ей во Флориду. Счастлива, безумно рада и продолжает восхищаться нашей компанией. Никакого собеседования не было. Второй случай произошел на этой неделе с сестрой нашего сотрудника, которая вместе с мужем получала документы на получение гринкарты на основании рабочей визы. Процесс был долгим, но закончился он без какого-либо собеседования, без интервью. Они получили гринкарты по почте, чему несказанно рады. Поэтому, может ли гринкарта прийти по почте? Да, может. И давайте поговорим о том сервисе, где она обычно приходит по почте, чтобы буквально вдребезги развеять этот миф. Это подача документов на отмену временного статуса по браку. Вы сначала получаете гринкарту условную на 2 года, и это условно-временный статус. И условием является нахождение ваше в браке. По факту того, что вы прожили в браке, что гринкарте 2 года, вы подаете на отмену условного статуса за 90 дней до исполнения двухлетнего срока. Это стандартная процедура. Уверен, что кому это приходилось делать, те помнят, а кому это нужно делать, уже об этом знают. Так вот, когда вы подаете документы на отмену условного статуса, если грамотно и правильно все оформили, то гринкарта в подавляющем количестве случаев приходит по почте. За 27 лет профессиональной деятельности в нашей компании было 5 случаев, когда клиента вызывали на собеседование по факту подачи документов на отмену временного условного статуса. Из этих 5 случаев 2 случая были связаны со смертью супругов. В этом случае происходит, что по факту смерти супруга гражданина США брак закончился в результате смерти, и нужно необходимо подавать документы сразу, моментально. Для этого не нужно ожидать года, двух лет. Если, ну, как только это событие печальное, грустное произошло, сразу документы можно подавать. Один случай был связан с известным американским режиссером, которым женился на известной в то время российской актрисе, и офицер вызвал его из любопытства и ради автографа для своей дочери. Два случая вызвано собеседование были закономерны, потому что в обоих случаях были какие-то предпосылки для этого. В одном случае на границе, когда девушка возвращалась обратно, ее отвели на второе рубеж дознание, то, что называется secondary inspection, где она на бытовые простые вопросы ответила все не в попад. И еще в одном случае иммиграционная служба получила какое-то сообщение от какого-то доброжелателя о том, что люди находятся в эффективном браке. Все эти варианты по итогу закончились принятием положительного решения, но такие моменты имели место быть. Так почему же это происходит? Почему кого-то приглашают, а кого-то не приглашают? Тут хочу оговориться. Я не являюсь адвокатом и не даю вам юридической консультации. Я иммиграционный консультант с 27 годами опыта. Я рассказываю ситуации, очевидцем которой я являлся. Я рассказываю конкретные кейсы и даю вам информацию. Это не информация к действию, это просто информация. Так вот, как сделать так, чтобы вас не вызывали на собеседование в этом конкретном случае? Качественно подготовить документы, дать офицеру документы в таком формате, в каком вы их приносили, если вы получили одобрение на первое интервью, где принеся документы, вы озвучивали, рассказывали о том, каждый документ вы оглавляли и показывали. Это то, что хочет офицер. Он хочет простоты, ясности, открыть документы, получить одобрение. Увидишь документы достойны одобрения, одобрить и закончить. Если ему напихали, ему нужно это объяснять, естественно, он вас пригласит на собеседование, чтобы вы ему это все объяснили. Если вы послали голую анкету без сопроводительных документов, скорее всего, вас пригласят на интервью, для того, чтобы вы предоставили документы, доказывающие легитимность вашего брака. Если же вы все дали грамотно, все расписали, все объяснили, у офицера не возникает вопросов, гринкарта приходит по почте. Поэтому, если вам кто-то сказал, что это неправда, ну, давайте поспорим. Я готов доказать правоту своих слов. Гринкарта может прийти по почте без собеседования. Во всяком случае, на момент ноября 2021 года это является правдой. С вами был Вадим Печерский. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok